Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзоге.ру. С вами священник Алексей Волчков. В книге пророка Иона мы читаем о таком решении, нестандартном, необычном этого пророка, пророка Иона, не исполнить повеление Бога, не идти в Ниневию, а скрыться от Бога, от Него убежать. И вот, что мы читаем глава 1 стих 3. Иона отправился в путь, решив убежать от Господа в Таршиш. Он спустился в Яфу, нашел корабль до Таршиша, заплатил и сел на этот корабль, чтобы уплыть на нем от Господа в Таршиш. Это перевод РБО. В библии синодально используется, возможно, кому-то более привычное фарсис-слово. И сегодня поговорим о том, где же искать этот Таршиш-фарсис или иначе куда от Бога решил убежать пророк Иона. Пророк Иона. Итак, вот об этом сегодня и порассуждаем. Итак, проблема в том, что, с одной стороны, Таршис или Таршиш упоминается в Библии очень часто. Около двадцати раз в Ветхом Завете используется, встречается точнее этот город. То есть Таршиш – это очень довольно частотный топоним на страницах Ветхого Завета. Замечу, что это не город, находящийся в Палестине, в Ханаане. Там не жили евреи. Это был не город еврейский. Это был город какой-то заморский однозначно. Но при всем при этом упоминается он довольно часто. Видимо, играл он не последнюю роль в мировой торговле. И все знали об этом каком-то таком очень важном пункте международной торговли, какой-то заморской индустрии. Поэтому, с одной стороны, этих упоминаний в Библии очень много. Здесь встречаются такие словосочетания «корабли Таршиша», «флот Таршиша», «купцы Таршиша». С другой стороны, точно, где находился Таршиш, нам неизвестно. Что понятно, впрочем, дорогие друзья, потому что мы не знаем, до нас не дошли древние карты, где были бы отмечены какие-то города и указано бы их название. Как, допустим, в наше время мы имеем и карты печатные, и Google-карты, Яндекс-карты. Часто там мы зависаем, изучая географию своего края и каких-то заморских территорий. Так вот, этого от древности до нас не дошло. При всем при этом, с другой стороны, каких-то вот дощечек, табличек, найденных в городах, которые раскапывают археологи, где было написано «это Таршиш», либо «это другой какой-то город», мы тоже не имеем. Потому что древние были люди простые и наивные, возможно, и понимали так ситуацию. Мы живем в Аршиши и все знают, что это Таршиш. Какой смысл это объяснять, делая какие-то надписи, таблички и так далее. Те, которые приходят сюда к нам на кораблях или караванами, куда идут, знают. Поэтому им тоже никакая табличка не нужна. Все это привело к тому, что у ученых есть ряд версий, куда отнести, где разместить город Таршиш и куда от Бога решил убежать пророк Иона. Итак, какие версии у нас есть? Ну вот, например, первая версия, не очень популярная, не самая популярная, но она имеет довольно серьезные основания. Итак, значит, в книге «Бытия» и в первой книге «Парлипоминон» есть родословие, родословие детей Ноя. И там есть среди детей, точнее потомков Ноя, имя Таршиш, личное имя, Таршиш. Этот Таршиш, человек, мужчина, указывается как один из сыновей Явана. Вообще, какой смысл был этих родословий, этих генеалогий в древнем мире и в самом Танахе, в самой Библии? Эти родословия указывали на разное взаимоотношение, близкое или не очень близкое, между разными окружающими иудеев народами. То есть, если, допустим, указано, что Таршиш – сын Явана, а Яван – это точно греческий какой-то пратец, прародитель, то, вероятно, Таршиш – город, который находился где-то в реале пребывания, проживания эллинов греков. И тогда выступает такая малоазийская гипотеза, где мог бы находиться Таршиш. Ну вот, например, такой вариант, такая гипотеза. Ну, конечно же, ищут какие-то созвучия звуковые. Ну вот, знакомое нам название города Тарс из Киликии. Это сейчас и такая юго-восточная Турция, южная часть Турции. Вот, город сохранился, он обитаем. В городе Тарсе прошло детство известного пророка Павла. Тогда получается, что вот бежит сюда пророк Иона. Другой вариант – куда мог он бежать и где был ареал присутствия проживания греков. Еще один город, ну, не совсем это Малая Азия, это уже Ближний Восток. Знакомый нам по новостям город под названием Тартус. Тартус – это Сирийская Республика, Сирийская Арабская Республика. И многие этот город знают, как местонахождение нашей военно-морской базы, российской и отечественной. Вот, город Тартус, древнее название Тартес. Вот тоже, вероятно, мог быть и там находиться город, куда бежал Иона от Бога, от лица Божьего. Другая гипотеза основывается на том, не на том, что Таршиш – сын Ивана, а на том, что Таршиш всегда связан, связывается с финикийцами. Вот, это финикийская колония, финикийский город. Финикийцы были известными в то время купцами, которые могли плавать, могли плавать далеко и могли заниматься торговлей в таком глобальном масштабе. И есть город подобный, с похожим названием, даже названием идентичным – Тарсис. Это город, который находится очень далеко – за Гибралтаровым проливом, за Геракловыми столпами, как тогда бы назвали. Это город в южной части Испании, Пиренейского полуострова. И вот это уже Атлантика. То есть, это какая-то одна из наиболее дальних точек, куда мог доплыть древний человек, человек, знакомый с Израилем и который был знаком Иудею. То есть, это какая-то, по-нашему, это, наверное, ну, какой-нибудь, даже не знаю, Новая Земля, да, или южная часть, или как-нибудь остров Огненная Земля, как-нибудь южная часть Южной Америки, Антарктида, вот, или, возможно, вообще МКС, колония на Луне, колония на Марсе. Пока еще нет, но вот степень отдаленности, она сопоставимая. То есть, какая-то дальняя, самая крайняя точка, куда только можно было доплыть. Ну, дальше доплыть уже было некуда. Не было дальше, чем Торсис, колония у фенекийцев. И тогда пазл складывается. Иона обращается к фенекийцам, больше некому было обратиться, чтобы они отвезли его из города порта Яфа в торговую колонию под названием Торсис или Торшиш, чтобы там вот от Бога спастись. Почему от Бога спастись, можно порассуждать. Ну, вот такое было, возможно, мнение у Ионы, мнение, как показывает книга, неправильное, совершенно неуместное, что там, где Ханаан, там, где Палестина, там, где евреи, там и есть власть Бога Израилева. А вот там, где ничего этого нет, там, где вообще почти нет цивилизации, маленькая колония в окружении диких племен, вот там и нет власти Бога Израилева. Ну, сама книга, книга Ионы показывает нам то, что такое богословие является неправдивым и неуместным. Поэтому вторая гипотеза, и она очень вероятна, имеется в виду тот самый город, колонию торговую Торсис, которая была фенитистским городом, находилась за Гибралтарским проливом. Есть другие гипотезы, дорогие братья и сестры. Например, в книге первой, точнее, книге третий царств, или по счету, по названию иудинскому первой царей, глава 22, рассказывается о том, что корабли Торшиша отправляются из порта под названием Эцион-Гевер. А это Красное море, а это уже то место, где вот другие были страны. Да, например, это Йемен, это Египет, это Пунт, это Куш, будущая Эфиопия. Вот Красное. Это современная, современный африканский рок, Сомали, Судан и так далее. И, возможно, там была колония под названием Торшиш, которую тоже как-то вот контролировали, обеспечивали фенитисты. Слабость такой гипотезы в том, что едва ли можно оказаться было там, в этом городе, в Красном море, отправляясь из города Яфа. Ну, это уже маловероятно. Но, с другой стороны, возможно, город был там, а уже вот в этом сочинении, в этом романе философском ионе и его споре с Богом, вот так вот сложилось, и имелась в виду та же самая мысль, выше мной озвученная, что это очень далеко. И да, Красное море тоже было очень далеко, и Эфиопия тоже была очень далека. Вот, значит, последний такой блок гипотез, там уже целый спектр предположений, исходит из того, что, возможно, Торшиш или Торшеш, это было не название места, не топоним, а название какое-то функциональное какого-то населенного пункта. Образовано было слово Торшиш или Фарсис от акадского глагола плавить что-то. То есть Торшишем могло быть названо любое место, где люди плавили металл, серебро, олово, медь, где были рудники, где были вот возможности заниматься этим литейным делом. Вот это и был Торшиш. Вот, и тогда этим Торшишем может оказаться, ну, почти что все что угодно там, где жили эти самые фенетийцы. И Сардинию называют, и Карфагин, и так далее. Ну, раз если теория эта верна, то мы, наверное, не имеем никаких шансов найти и отождествить то место, куда все-таки пытался убежать пророк Иона. Мне кажется, что наиболее правильным, вероятным вариантом, наиболее уместной интерпретации местонахождения этого города является гипотеза о том, что это была та дальняя торговая колония, где жили фенетийцы, которая находилась за Гибралтарским проливом, то есть Южная Испания на берегу в тех роях негостеприимного, довольно сурового Атлантического океана. Дорогие братья и сестры, спасибо за внимание. Нашим партнером в нашем диалоге является портал экзоге.ру. Спасибо за внимание, не болейте.